13 ноября президент Республики Абхазия Рауль Хаджинба совершил рабочую поездку в Гагру. В ее рамках он осмотрел строящиеся в городе объекты. Глава государства Рауль Хаджинба посетил Гагрскую среднюю школу номер один. Генеральный директор госкомпании Абснаргылара Тимур Ткебучава проинформировал президента о ходе работ, проводимых в рамках инвестиционной программы «Содействие социально-экономическому развитию Абхазии». По его словам, строительство школы началось в августе прошлого года. За это время было снесено старое здание и возведены монолитные конструкции. Если не станет проблем с финансированием, то объект будет встан в срок. В этом году мы уже закончили, как вы видите, крышу, занимаемся инженерией, электрика практически закончена, возведены внутренние стены, завершена штукатурка, завершена стяжка полов. Практически завершена вентиляция. На 50% уже установлены наружные окна. Остальная часть будет в ближайшие две недели уже установлена. То есть, что касается лимита этого года, мы его уже практически освоили. Значит, он составлял 75 миллионов рублей на 2018 год. В прошлом году мы освоили 140 миллионов за тот период, который я вам говорил, это с августа по декабрь. Но у нас все идет по плану. Если не будет проблем никаких с финансированием, то мы готовы в сроке этот объект сдать. Министр образования науки от Гургакоба подчеркнул значение строительства нового здания школы. Такого проекта школы в Абхазии пока еще нет. Все продумано для качественного процесса обучения и комфорта учащихся. Мы видим, что работа успешно продвигается и надеемся, что к новому учебному году школа будет открыта, сказал он. Президент также посетил отреставрированный абхазским инвесторами бизнесменом Динаром Сичинава санаторно-курортный комплекс «Амбра», известный также как бывший санаторий ЦК КПСС имени 17-го партсезда. В этот объект инвестировано более 200 миллионов рублей. В отеле 150 номеров, рассчитанных на 300 человек. Необходимо отметить, что здесь сохранен старый облик здания. В санатории предлагаются все виды амбулаторной помощи и санаторно-курортного лечения, включая больной терапию, гидромассаж, грязелечение. Практически на территории не нарушая конструкцию, как раньше было. Будем говорить, что как культурное наследие, мы полностью практически сохранили. Внутри полностью произошла реконструкция, но не нарушая опять-таки все комнаты. Все вот сохранены, от стандартного номера до апартамента сохранены, как есть. Даже старые мебели кое-где мы сохранили. Территория благоустройства тоже успели. Практически все восстановлено, не нарушая, как раньше было. Кое-какие есть, но согласно администрации, согласно архитектуре города, мы стараемся не нарушать, в рамках которой это все было. Ну и съезд какие-то незначительные, но совместно мы решаем, устраняем все вот эти вот. А так в целом практически полностью все запущено. Скорая помощь, да, своя есть, для населения, которые могут, люди, которые не смогут приходить сюда, оперативно выезжает машина, берет анализы, и сюда привозят, и к вечеру уже готово полностью результат по анализу всякие, которые берут. Ну, а также люди могут, население приходить и получить. Получить? Да, получить, да. Для всех доступно, для населения, все, что возможно, но без каких-то операционных. А также есть УЗИ, у нас вот современное, очень оборудование, современное европейское оборудование, последнего такого, да, вот, выпуска вот оборудования по УЗИ, у нас есть кардиолог. Как отметил президент Рауль Хаджинба, его вдвойне радует и то, что инвесторами данного объекта являются абхазские бизнесмены. Имеем много объектов, интересных объектов, но допускать людей, могущих что-то изменить, к сожалению, не решаемся зачастую. У нас много вопросов, а кто, почему, куда делись, кому эти деньги принадлежат. Вот деньги, вот они все здесь. Здесь видно, те, кто работают, и вам, наверное, было слышно то, что порядка более 100 человек, персонала, который работает, это достаточно, наверное, существенно для Гагры и для вообще в целом для Абхазии. Тем более, те объемы заработной платы, которые есть, они, я надеюсь, будут радовать наших людей и будут подниматься с учетом тех качественных работ и обслуживаний, которые будут проводиться на этом объекте. Бизнесмен Динар Сичинава выразил благодарность руководству страны и Гагрского района за поддержку и плодотворное сотрудничество. Конечно же, я очень благодарен, что городу за поддержку, за понимание, за сотрудничество, которое дает возможность. Мы тоже себе считаем, что на самом деле немаловажно, которое сегодня для населения, для своей республики, которое мы сделали, рабочие места. Это рабочие места не только для того объекта, который 100 с лишним человек. В целом, если взять, около 500 рабочих мест мы создали. Мы считаем, что тоже немаловажно для населения, для города, для республики. И по-другому никак не могло быть, потому что наш народ, мы выросли здесь, наши предки здесь, наши братья. И, конечно же, мы постарались и стараемся какие-то заработанные деньги вкладывать там, где мы родились, где наш народ живет. Нам это интересно, нам хочется. Мы очень благодарны за поддержку президента, за понимание, спасибо огромное за то, что сегодня уделило внимание. Мы очень рады, мы очень благодарны. Президент Рауль Хаджинба также осмотрел место строительства торгового центра, возводимого инвестором Динаром Сеченава.